Сегодня мы поговорим о теме, которая является предметом для сотен статей, сотен книг, кандидатских и докторских диссертаций, тема, которая находится на острие и политического процесса по всему миру. Это контуры архитектуры полицентричного мира Россия, США, Китай, Евросоюз, Латинская Америка. Вместе с нами сегодня ряд ведущих экспертов и нашей страны и зарубежных стран по тому или иному аспекту этой бездонной темы. Как вы видите, здесь выбрано пять субъектов или объектов нашего с вами сегодняшнего исследования. Большинство из этих регионов неизбежно упоминаются почти во всех дискуссиях, которые сегодня на российских и международных площадках ведутся о том, какая модель международных отношений формируется или сформировалась в зависимости от взгляда на эту тему в международных отношениях. Какое место в этой новой архитектуре занимают наши страны или организации? Как вы видите, здесь пять достаточно разных по своей природе игроков. Здесь есть три страны, здесь есть одновременно и межгосударственная и наднациональная организация под названием Евросоюз. И здесь есть регион мира, в который входит несколько десятков стран. В то же самое время уже давно стало банальностью говорить о том, что наш мир это большая деревня, что мир переплетен так, как никогда в истории людей, что несмотря на мировой экономический кризис, прокатившийся с 2008 года по США и по другим странам и регионам, это переплетение очень высоко и центростремительные процессы пока берут вверх, несмотря на многие элементы так называемой деглобализации или малти-дрифтинга, которые мы наблюдаем в последние годы, причем по нарастающей. Давайте мы обсудим эти вопросы, не будем забывать о том, что наша экспертная встреча встроена в форум и название этого форума, его концепция отталкивается не только от событий, происходящих вчера, сегодня или позавтра, но от определенного исторического контекста, от наследия в плане договорной всей системы, в том числе по стратегической стабильности и контролю над вооружениями по рамкам международного права, так как оно было выстроено с основой на устав Организации Объединенных Наций с 1945 года. Так что сегодня в нашем распоряжении инструментарии и исторические, и политологические, и экономические, партийно-политические системы, новый популизм, ситуация с безопасностью, все в нашей власти и наши спикеры выстроят уже более точно эту структуру. Разрешите тогда вначале нам еще сказать два слова о регламенте. Несколько слов о регламенте. Мы просим наших уважаемых спикеров уложиться в 15 минут, поскольку это связано в том числе и с трансляцией, мы будем жестко следить за регламентом, поэтому я буду просто прерывать на 15-й минуте ваше выступление. Мы договорились, что после каждого выступающего мы дадим возможность задать два вопроса, поэтому если у кого-то в момент поступления появились, в конце, пожалуйста, дайте нам сигнал, что вы хотите задать. После того, как выступят все заявленные спикеры, у нас будет время для дополнительных вопросов и для кратких комментариев от аудитории. Если такой формат принимается, то начинаем. Уважаемые коллеги, разрешите нам предоставить слово. Все спикеры будут выходить и садиться в центральное кресло. Они будут обеспечены микрофоном. Первым к выступлению приглашается Валерий Николаевич Гарбузов, директор Института США и Канады Российской Академии Наук, один из ведущих американистов нашей страны и человек, которого вы часто можете видеть не только на экспертных встречах, но и в различных общественных дебатах и форматах, в том числе в медийном пространстве. Валерий Николаевич, вам слово. Мы никому из спикеров не будем задавать наводящие вопросы. Это не требуется, принимая во внимание их статус и горизонты знаний. Вы выбираете сами наши шесть спикеров, о чем в первую очередь вы хотели бы сказать. А уже затем вам могут быть заданы вопросы как с аудиторией, так и с модераторами. Так и вы будете вовлечены в дискуссию после того, как все выступления закончатся. И у нас будет еще время для такой общей дискуссии. Итак, вам слово, Валерий Николаевич. Да, ну, собственно говоря, мы работаем действительно в рамках очень интересного форума. И он персонифицирован Андреем Андреевичем Громыко. И, конечно, если от этого отталкиваться, то Громыко – это, конечно, целая эпоха. И не только по количеству лет, которые он пробыл во главе нашего Министерства иностранных дел, но и по количеству и масштабу тех событий, участником которых он был, и с его именем многое связано. Вообще говоря, американцы, я вот обычно это говорю, когда веду речь о президентах, но американцы любят мыслить категориями наследия того человека, который уходит. И наследие – это не просто результаты деятельности, недостатки, итоги. А наследие – это то, что остается от человека и влияет на последующие поколения людей. Вот если в отношении Громыко это бросить вот такой ретроспективный взгляд, то, конечно, наследие его очень велико. И оно действует сегодня на ныне живущие поколения людей, не только в нашей стране. Поэтому в этом плане, конечно, это такая... Ну, иногда говорят о человеке, он прожил несколько жизней или у него несколько карьер. Я, наверное, сказал бы так, что это человек-эпоха. Вот о нем, наверное, можно сказать так. Но это человек-эпоха, который связан с большей степенью, с периодом, который называется Холодная война. Холодная война. Это очень интересный большой период в международных отношениях. Большая часть или, наверное, меньшая часть здесь присутствующих были участниками или зрителями этой эпохи. И хорошо, что у нас не только современность обсуждается, но и исторические корни какие-то, истории. Понятно, что я буду больше говорить о Соединенных Штатах Америки, о России. Если брать вот эти сюжеты, то мы всегда должны искать корни, какие-то исторические предпосылки. А судьба распорядилась таким образом, что наши две страны имели историю с очень таким мощным, большим экспансионистским зарядом. Соединенные Штаты Америки развивались всю свою историю в рамках континентального экспансионизма, континентальной экспансии. То же самое было с Россией на протяжении длительного времени и в удельный период, период феодальной раздробности и образования централизованного государства. Это был период континентальной экспансии, но уже на другом континенте, на Евразии. И вот эти исторические заряды для обеих государств, они, как мне кажется, они давали о себе знать весь 20 век. Потому что, смотрите, закончилась Первая мировая война, и Соединенные Штаты Америки в лице президента Рузвельта выступают с первой заявкой на глобальное лидерство на Парижской мирной конференции. И Вильсон, я оговорился, наверное, да, Рузвельт? Вильсон, Вудро Вильсон. И Вудро Вильсон, он человек, который видел, наверное, дальше своих современников, он предполагал то, что случилось во второй половине 20 века. Но в то же самое время, да, вот эта первая заявка на мировое лидерство оказалась неудачной. Но в то же самое время, именно в последний год Первой мировой войны и в 19-м году, ее тоже можно назвать заявкой на руководство миром, выступила и Советская Россия. Идеи мировой пролетарской революции, распространения идей коммунизма по всему земному шару в очень короткий период, это те идеи, в которые слепо верили первые российские большевики. И пытались это реализовать на практике. Но это тоже не удалось. То есть, первые заявки двух государств на то, чтобы вести за собой, если не весь земной шар, то хотя бы часть земного шара, они закончились неудачей. Но была вторая попытка. После Второй мировой войны, когда уже изменилась расстановка сил, когда была одержана совместная победа антигитлеровской коалиции над фашистской Германией, в силу обстоятельств, в силу того, что так сложилась жизнь и международные отношения, два государства стали супердержавами, и они сумели сформировать ту группу стран, которые пошли за ними, и сформировали два полюса вокруг полюса протяжения разных держав, разных стран. Сформировался так называемый биполярный мир, который являлся сущностью холодной войны. Сущностью холодной войны. И этот биполярный мир, он существовал несколько десятилетий, там были разные периоды. Здесь велась речь о разрядке, о других периодах, связанных с ослаблением напряженности. Но понимаете, сам миропорядок холодной войны, он ушел в прошлое только тогда, когда исчез один полюс. Поэтому, конечно, я, например, хотя много разных точек зрения существует, считаю, что холодная война закончилась тогда, окончательно, когда исчез один полюс, Советский Союз. И вот та холодная война, которая была, она уже, конечно, в прошлом. Она уже, конечно, в прошлом. Что можно было бы сказать о той холодной войне положительного? А то, что эта конфронтация на четкой идеологической основе все-таки привела к тому, что на определенном этапе был разработан механизм ее регулирования, который вырабатывался в ходе диалога. В ходе же диалога вырабатывались элементы доверия. И в ходе же этого диалога вырабатывался какой-то такой механизм, который позволял двум супердержавам конфликтовать, быть в конфронтации, но вместе с тем и регулировать, и менять даже свое поведение. Но этот период в прошлом, его нет. И в таком виде он уже не вернется. И биполярность в том прошлом виде тоже уже не вернется. Я не буду говорить о периоде так называемого нового мирового порядка, который очень быстро сошел на нет, исчез. И на развалинах этого нового мирового порядка в начале 21 века, но чуть попозже, наверное, стал формироваться новый мир, который мы сегодня называем полицентричным миром. Наверное, это правильно. Мир, который состоит из множества центров притяжения разной величины, разной значимости. Куда включаются государственное образование, международное образование, неформальные какие-то государства и объединения. Вот это пестрый мир из множества центров. Но вместе с тем в этом полицентричном мире существуют какие-то особые центры силы. Особые центры силы. Это, конечно, Соединенные Штаты Америки, которые продолжают оставаться доминирующей державой. Сохранять свое доминирование. Хотя по ряду позиций они теряют ее, это доминирование. Но все равно в целом они остаются доминирующей державой, которую можно и называть так, как называли раньше, супердержавой. Это один момент. Второй момент связан с тем, что формируются новые центры силы, которые таковыми не были. Конечно, это Китай. Китай-то можно назвать супердержавой торговой, международной торговой. Это современная мастерская мира, которая бросила вызов Соединенным Штатам Америки в области международной торговли, финансов. и представляет реальную угрозу. Представляет реальную угрозу Соединенным Штатам Америки. И Россия. И Россия. Россия, которая, в общем, тоже недавно, относительно недавно, бросила вызов Соединенным Штатам Америки в геополитической сфере. Каким образом? Миропорядок, который складывался в 90-е годы, как оказалось, который устраивал тогдашнее российское руководство, не очень устраивал руководство, пришедшее на смену Ельцину во главе с Владимиром Владимировичем Путиным. И тогдашнее, и нынешнее российское руководство пошло на пересмотр прежней внешней политики России. Пересмотр этот во многом касался так называемого советского наследства. Это не только бывшие советские республики и стремление сохранить и удержать какое-то влияние там, но и, конечно, и бывшие союзники Советского Союза. Вот часть этого наследства было безвозвратно утрачено. Стремление каким-то образом изменить ситуацию, я далек от мысли говорить о том, что стремление вернуть их назад в орбиту своего влияния, но стремление каким-то образом изменить эту ситуацию, оно вызвало очень негативную реакцию. Причем стремление изменить эту ситуацию, сюда вписываются и события, связанные с присоединением Крыма в 2014 году, и операции на Донбассе, и общий вектор внешней политики России, который направлен на то, чтобы создать новые геополитические поля российского влияния. Вот стремление создать новые геополитические поля в направлении Евразии, в направлении евразийском, но не только, но не только, и в других направлениях. Все это вызвало крайне негативную реакцию, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, ну и Запада. И я вижу, что нынешний мир, он формируется таким образом. Вот в рамках этого полицентричного мира формируется, не формируется биполярность, типа прежней холодной войны, а формируются другие типы биполярности. Американо-китайская. Эта биполярность основана сегодня, прежде всего, на конфронтации в сфере торговли. Как она может дальше развиваться? Это покажет будущее. Может она развиваться в конфронтационном плане и переноситься на другие области? А почему нет? На военно-политическую. Уже, в общем-то, есть зацепки, чтобы она перерастала на эту область. Особенность этой биполярности состоит в том, что она насыщена конфронтацией, но все-таки эта конфронтация регулируемая. Не во всех сферах. В военно-политической области она не регулируется, а вот в торговой, в общем, регулируется очень своеобразно. Торговые войны между США и Китаем это своеобразный механизм регулирования этой конфронтации. Вторая биполярность. Американо-российская. Особенность этой биполярности состоит в том, что эта биполярность распространилась благодаря санкционным спиралям на все сферы практически. И вторая особенность состоит в том, что эта биполярность по большому счету сегодня либо нерегулируемая, либо очень плохо регулируемая. И в этом ее опасность, потому что эта конфронтация не просто между двумя державами, а между двумя ядерными супердержавами. И перспективы развития мира, наверное, на будущее, хоть, может быть, это выглядит очень упрощенной картиной, но мне кажется, что это основные тенденции. Они во многом будут вращаться именно вокруг формирования этих двух конфронтационных биполярностей, но в рамках полицентричного мира. В рамках полицентричного мира. Ну, на этом я, наверное, и завершу свой разговор, поскольку я уже подошел к лимиту времени. Спасибо большое. Валерий Николаевич, спасибо. Вы сверхдисциплинированы, есть сверхдержавы. Вы меня напугали. Или сверхдержавы были, а вы сверхдисциплинированы. Напугали, что вы безжалостно остановите. Да, да, ну вы так напугали, что подарили нам около двух минут лишнего времени. Спасибо вам. Поднято, по-моему, много вопросов, которые более чем актуальны. В том числе, вы задали вопрос, что положительного холодная война, ее история принесла. Я бы продолжил чуть эту мысль и сказал о том, что то, что хорошее с тех пор было выработано в отношении между особенно крупными странами, приносило свою пользу не только до окончания этой холодной войны, но и до сих пор. То, что еще остается от глобальной стабильности, от архитектуры к контролю над вооружениями, это наследие холодной войны. Итак, у нас есть возможность задать два вопроса спикеру. Я прошу, кто хотел бы это сделать. Так, прошу вас, сейчас микрофоны будут предоставлены. И я так предполагаю, что по записи всех просим представляться для формата нашей встречи. Прошу вас. Спасибо большое, Денис Фомин Нилов. У меня все-таки вопрос именно в области вашего прогноза на то, что будет происходить в США. Потому что ясно, что очень хорошо быть доминирующей державой, сверхдержавой, единственной в мире и влиять в глобальных процессах на все, что можно. А получается, что вы достаточно обоснованно объяснили, что все-таки мир полицентричен, по разным биполярностям расходятся. И США, получается, это находится сейчас в такой стадии некой закатывающейся Римской империи. И, конечно же, я уверен, их политической элите и бизнес-элите эти процессы совсем не нравятся. Вот ваши прогнозы, что они могут или будут предпринимать? Или же они соглашаются на эту полицентричную модель? Или же они будут все-таки что-то делать, чтобы вернуть свой вот этот доминирующий статус? Ну, с одной стороны соглашаются, а с другой стороны предпринимают. То есть, Трамп предпринимает возврат Соединенным Штатам Америки былого величия. А будущее его кампании будет называться сохраним величия Америки. Значит, что касается Соединенных Штатов Америки. Я предполагаю, что доминирование, глобальное доминирование Соединенных Штатов Америки, к слову сказать, к этому глобальному доминированию Америка шла, ну, обычно говорят, весь XIX век, а вообще-то, говоря, всю американскую историю. Если смотреть на философию, на обстоятельства появления США, на то, что они всегда считали себя другими и иными, чем другие страны и народы. Короче говоря, они пришли к этому доминированию после Второй мировой войны и делали все для того, чтобы это доминирование сохранить. Не допуская появления другой державы, Второй державы, которая бы бросила вызов этому самому американскому доминированию. И они добивались этого и сохраняют это доминирование. Я бы даже не называл эту, у нас в ходу такое сейчас понятие, что это закатывающаяся империя, это империя, но это неформальная империя. Она не закатится просто так, как старые колониальные империи. Понимаете, этот неформальный характер американской империи, он обеспечен очень многими факторами, ну, времени нет просто все это перечислять, во всех абсолютно областях. Конечно, конечно, появление новых держав и Китая. Китай бы, я знаете, назвал тоже, в общем-то, державой с претензиями на то, чтобы быть такой вот неформальной империей, но достижение пойдет этой цели, наверное, по-другому. Идет по-другому у Китая. Так вот, эти державы, конечно, бросают вызов. И задача Соединенных Штатов Америки, и, в общем, часть-то политической элиты это понимает, ответить на этот вызов. Другой вопрос, что, конечно, американское лидерство, ну, к лидеру всегда, так сказать, больше претензий, чем ко всем остальным. И к Америке, может быть, больше претензий, чем к каким-то другим державам. И вот это самое американское лидерство, оно осуществляется небезупречно, ну, это так, мягко сказать, небезупречно. То есть, его характер небезупречен. Иначе не было бы антиамериканизма, иначе не было бы террористических актов в отношении Соединенных Штатов Америки. Но думать и говорить о том, что вот что-то такое случится, и Америка обрушится не сегодня, завтра, не стоит, потому что этого не случится. Потом, надо иметь в виду, что все-таки Америка лидер во многих направлениях. И обрушение лидера, оно по цепочке поведет за собой весь остальной мир. Ну, яркий пример кризиса, кризис восьмого года, начавшийся в США, он рикошетом пошел ведь по Европе. Великая депрессия двадцать девятого года началась в США, а потом тряхануло всю Европу. Поэтому ожидать, что, значит, плохо будет Америке, а всем остальным лучше, почему-то, не стоит. Особенно помня о том, что все мы взаимосвязаны, особенно сегодня в двадцать первом веке. Второй вопрос, я прошу. Василий Сакаев, Казанский федеральный университет. Валерий Николаевич, спасибо большое за такой прекрасный прогноз, который Вы дали, развитие событий. И вот в этой связи у меня возник вопрос, вот там множественная биполярность, о которой Вы говорили и обрисовали на примерах конфронтации существующих. А в чем ее принципиальное отличие, на Ваш взгляд, вот от событий начала двадцатого века, то есть до возникновения Антанты, когда существовала точно такая же биполярность, там, Россия, Великобритания, Россия, Австрия. Это не биполярность. Мы же поговорим о глобальных биполярностях. А тогда, понимаете, группировки существовали всегда. Антанта и Троссиный союз это группировки. Но вряд ли их можно было бы назвать биполярными группировками с глобальной конфронтацией. Ну, во-первых, масштаб мира тогда был другой. Все-таки мир тогда воспринимался прежде всего Европа, вот это мир. А все остальное это как бы престижные части европейского континента. Поэтому, конечно, мы должны понимать, и просто это я не затрагиваю эту тему, мир, как оказывается, он не может жить без конфронтации. Мир не может жить без образования каких-то группировок, которые объединяют какие-то групповые интересы. Мир вообще не может жить без интересов и групповых интересов. Это реальность. А если есть групповые интересы, они разные, они наталкиваются, вот вам результат, конфронтация, которая может перерасти в войну, а может и не перерасти. А может развиваться вот так, как эта конфронтация развивалась в ходе Холодной войны, ну по известным причинам. Почему не было войны глобальной во время, почему Холодная война не закончилась глобальной войной. Поэтому, понимаете, конечно, мы должны думать о том, чтобы мир был бы совершеннее, он был бы более такой гармоничный, но вместе с тем не надо отрываться от земли. Дисгармония оставаться будет, и мы должны просто думать, вот как делать так, чтобы ослабить ее результаты. Не всегда это удается, и не всегда это будет удаваться. Валерий Николаевич, спасибо, давайте мы поприветствуем вас аплодисментами. Спасибо, Валерий Николаевич. Продолжая разговор о новом масштабе мира, сейчас хотелось бы предоставить слово Дмитрию Вячеславовичу Разумовскому, директору Института Латинской Америки, регион которой поставляет большое количество новостных сюжетов. И что самое важное, на мой взгляд, мы видим в российском академическом сообществе становление, возрождение или уже новый период академического внимания к региону Латинской Америки. Я, например, обращаю ваше внимание на постоянно действующий форум на базе Санкт-Петербургского университета, где коллеги собирают специалистов по Латинской Америке и из самой Латинской Америки. Это свидетельствует о чрезвычайно актуальности проблематики, которую дает нам регион Латинской Америки. Пожалуйста. Спасибо, коллеги. Прежде всего, хотел бы выразить благодарность, Алексей Анатольевич, вам, Михаилу Ивановичу и Казанскому федеральному университету за приглашение, за организацию этого мероприятия. Искренне желаю и надеюсь, что эта конференция перерастет в какой-то регулярный формат федерального значения. Переходя к своей теме, прежде чем начинать разговор о мироустройстве, всегда необходимо как-то договориться по терминам. Валерий Николаевич уже сегодня затрагивал, так скажем, терминологические различия между многополярностью и полицентричностью, и даже о том, как они гипотетически могут совпадать и пересекаться. Но я, как латиноамериканист, хочу прояснить именно латиамериканскую трактовку этих понятий. Если сравнить результаты выдачи в поисковиках двух слов, многополярность и полицентричность, то первая многополярность выдаст миллионы запросов, миллионы ответов, а полицентричность выдаст буквально сотню тысяч. Такой термин существует, но практически не используется в испаноговорящем мире. Я бы, наверное, не стал дальше вас утомлять этими терминологическими изысканиями, если бы это не было, на мой взгляд, важно. В Латинской Америке термин «мультиполярность», он звучит как «мультиполаридат». Когда в России мы пытаемся интерпретировать его, мы занимаемся его простым переводом, беря во внимание российский аналог многополярности. И это порождает большое количество недопониманий, так как по своему значению слово «мультиполаридат» — это скорее как раз полицентричность. Для латиносов слово «полополюс» означает не некую одноуровневую систему равнозначных, не пересекающихся полюсов, как это бывает, когда мы говорим о биполярности, а это прежде всего такая субъектность, право на суверенитет, право на собственное мнение, собственная модель развития вне зависимости от относительного или абсолютного размера той или иной страны и ее места в иерархии. Есть такой термин, что «маленьких обижать нельзя». Латинская Америка это почувствовала, наверное, больше всех. Латинамериканцы пришли к этому своему пониманию концепции многополярности или полицентричности через свой собственный, особенный и в чем-то даже очень болезненный опыт. И это, очевидно, их очень отличает от такой российской логики восприятия этих терминов или там европейской, китайской, какой-либо еще. По сути, сменив колониальную форму зависимости на империалистическую, основные устремления латинамериканских национальных элит были направлены не на позиционирование себя как некого центра, равного остальным, которому надо показать кузькину мать, а на отстаивание своих естественных, таких натуральных прав и интересов. Наверное, вот подобная родовая травма отпечаталась в концепции заднего двора, хотя этот термин придуман не самими латинамериканцами, или в широком распространении в Латинской Америке теорий зависимого развития оперировавших дихотомией центр и периферии. Регион, воспринимавшего себя изначально как периферия, наверное, конечно, был очень далеко до какой-то полицентричности и многополярности. Конечно, распространять вот это понимание, эту трактовку на все страны региона было бы упрощением, уж слишком большой регион и слишком много времени прошло. В период недавнего левого поворота и беспрецедентного подъема региона мы видели попытки со стороны ряда элит или отдельных стран критически переосмыслить вот это традиционно латинамериканское понимание слова пола именно в сторону российского, скорее, понимания, как нечто равного США или коллективному Западу. Об этом я чуть позже скажу. Вот этот сложный исторический опыт, на мой взгляд, лишил латинамериканцев некого такого здорового цинизма в восприятии мирового устройства. Позиционируя себя как центры, хоть и не полюса на мировой арене, они выглядели зачастую как идеалисты, мечтавшие о том, что взявшись вместе за руки, они прогнут этот устаревший мир и порядок, добившись какого-то уважения. Это было особенно свойственно левым. Левое единство, оно вообще всегда более единое, чем правое, хотя зачастую и недолговечно. Создание в Южной Америке блока общерегионального, блока УНАСУР или позже СЭЛАК в масштабах всей Латинской Америки, где впервые не участвовали Соединенные Штаты, это воспринималось как именно зарождение вот такого полностью самостоятельного центра на мировой политической карте. Была излишняя вера, что их потенциала хватит, чтобы повторить модель успешной интеграции, например, в Европейском Союзе или в чем-то стран Юго-Восточной Азии. Региональная интеграция вообще это, наверное, ключевой, важнейший элемент латиноамериканского мышления и понимания полицентризма. Как мы видим сейчас, вместе с латиноамериканским странам пройти вот в первый эшелон не удалось. УНАСУР де-факто развалился, СЭЛАК тоже страдает от внутренних раздраев, его значение сейчас минимально. Все снова вспомнили об организации американских государств, где участвуют Соединенные Штаты, к этой организации часто апеллируют в истории с Венесуэлой. То есть, по сути, вернулись к тому, от чего вроде бы сознательно так старались уйти. Очень показательна, на мой взгляд, та траектория, которую проделала бразильская геополитическая мысль, геополитическая стратегия. Эта страна имела амбиции стать полноценным самостоятельным мировым центром еще со времен дипломатии барона Рио Бранко в XIX веке. В своем регионе Бразилия стремилась стать стержневой державой в понимании Сэмэля Ханктингтона. А уже на базе регионального доминирования можно было выстраивать лидерство среди всего глобального юга. Отсюда усилия бразильцев по созданию различных альянсов с Африкой, с Азией, вообще с развивающимся миром. В этот период в Бразилии стали очень популярны концепции стран-восходящих гигантов, или стран-китов, к которым в том числе относилась Бразилия. Материальным воплощением этих идей и устремлением стало создание в 2003 году блока ИПСА, включающего Индию, Бразилию и ЮАР, с целью проведения регулярных политических саммитов, экономического сотрудничества и главных регулярных военно-морских учений в Южной Атлантике. В дальнейшем ИПСА, как мы знаем, стала кирпичиком, или в каком-то смысле, ну не кирпичиком, элементом на пути к движению к БРИКС. Бразилия инициировала создание других институтов, более широких, чем БРИКС, это институт сотрудничества с Азией, ФИЛАК, или с Африкой, АСА, их можно вспомнить несколько. Такая активность, да, в учреждении различных союзов и институтов, она имела свое некое теоретическое обоснование в Латинской Америке и в Бразилии. В частности, очень популярен, так называемый, институциональный подход к глобализации. Глобализацию рассматривают не как некий объективный стихийный процесс, а как рукотворный и контролируемый международными финансово-экономическими инстанциями. И, соответственно, чтобы отвечать на вызовы глобализации, с их точки зрения, надо было тоже создавать какие-то институты, только в противоположную по духу и целям. И вроде ведь сначала у Бразилии, да и у Латинской Америки в целом, все получалось. Я напомню фразу Лаврова, которую он произнес в 2015 году, правда уже на излете, вот этого латимериканского подъема. Министр с воодушевлением признавал, что Латинская Америка стала одним из центров полицентричного мира. Головокружение от успехов случилось у бразильцев прежде всего после провала проекта всей Американской зоны свободной торговли в 2005 году. Одержать такую важную тактическую победу над Соединенными Штатами, это, конечно, удел полноценного центра. Как тогда бразильцам это виделось? А экономическая мощь, она уже как-то подтянется. Бразилия требовала уважения к себе, как к равному партнеру. Это очень хорошо видно по их стратегиям и подходам в торговых переговорах с развитыми странами, например, с ЕС. Только равное открытие рынков, уважение интересов развивающихся стран. Однако эти попытки, как мы сейчас видим, в общем-то привели к неудаче, к провалу. Запад не воспринимал Бразилию как равного партнера. ЕС никогда не готовилась к какому-то эквивалентному открытию рынков в рамках переговоров с Меркосур. Бразилия, напоминавшая такого Дон Кихота, отстаивая идеи равной торговли для всех, в итоге осталась ни с чем. Страны, избравшие иной путь, может быть, более прагматичный и циничный, как Чили, Колумбия или Перу, которые не пытались изменить мир к лучшему во имя добра и справедливости, они в итоге достигли большего. Я не могу ничего не сказать, не сказать ничего про БРИКС. Это, наверное, квинтэссенции, многополярности, полицентричности. Вышеописанный вот такой подход или мышление Бразилии очень четко проявлялось в тех приоритетах, которые эта страна ставила во время своего председательства в организации в 2010 и 2014 годах. Это фундаментальные вопросы изменения глобального регулирования, снижения роли в Соединенных Штатах, повышения влияния развивающихся стран, вопросы безопасности в таком, не знаю, макропонимании. Бразилия всегда волновала проблемой безопасности в Южной Атлантике и своего суверенитета над Амазонией. И БРИКС был важнейшим инструментом, безусловно, в борьбе за место постоянного члена в Совете Безопасности ООН. Сейчас мы видим, что было очень много иллюзий, такой переоценки своих сил и своего потенциала. Не стоило эти американцы воспринимать себя равными центрами. Кризис начала десяток годов всех отрезвил и все поставил на свои места. Идеологический авторитет региона оказался недостаточным. Вот та же Бразилия тратила очень серьезные усилия на то, чтобы представить свою модель так называемого инклюзивного экономического роста, заключающаяся в накачке деньгами, внутреннего спроса, безэквивалентного роста производительности труда и прирастущей зависимости от импорта. В общем, эта модель показала свою несостоятельность. И кризис 2013 года, и коррупционные скандалы. В общем, все четко показал, кто тут претендует на лидерство. Бальсонара, как раз, я не пытаюсь его как-то оправдать во всем, он гораздо гибче и, на мой взгляд, менее ангажирован идеями такого тропического гигантизма. Четко понимает, что будущее страны на данный момент только в альянсе с более сильными в выстраивании сотрудничества по схеме север-юг. А луловский юг-юг и Бальсонар воспринимается как такое пустое расходование средств на претензии на глобальное лидерство. о каком самостоятельном полисе можно говорить, когда, в общем, в основных странах региона экономический спад плюс какая-то неконтролируемая смена элит, то есть нет никакой политической предсказуемости, стабильности. Там Бразилия и Венесуэл это, конечно, не Англия, не Евросоюз, не Китай. Может быть, в каком-то смысле и хорошо, что такой полис у нас и не появился. Что мы видим сейчас? Мы видим заявление Бальсонара, которое он сделал на саммите G20 в Осаке, где в ответ на вопрос о дальнейшей судьбе Венесуэлли и урегулировании конфликта он, в общем-то, так дистанцировался и заявил, что это вопрос, который будут решать ядерные державы, а Бразилия здесь как бы ни при чем. Мы видим в Мексике воскрешение доктрины эстрады начала 20 века, по сути такой политики, ну, это формально политика автоматического признания, но, по сути, это политика не вмешательства, а в условиях растущей поляризации региона это в каком-то степени некий, наверное, изоляционизм. Лопес Абрадор неспроста распродал весь свой авиационный парк, отказавшись от зарубежных поездок даже в дружественные страны, как, например, в Россию. Бразилия в рамках председательства БРИКС в этом году ставит уже совсем другие приоритеты, узкопрагматичные, деполитизированные задачи инновационного развития, создания банка развития, БРИКС, цифровой безопасности, ни слова уже о перераспределении полномочий между центром, Западом и развивающимися странами, никто уже не говорит Западу подвиньтесь. Я вот хочу вспомнить известное высказывание коллеги Андрея Андреевича Громыка век назад, за век до этого, Александра Горчакова о том, что Россия сосредотачивается, его, наверное, творчески перефразировать, похоже, что Латинская Америка сосредотачивается. Она отказывается от амбициозной политики объединения под своим крылом глобального юга, она трезво оценивает свою неравность странам центра, и что стоит за этим выжиданием? Ну, может быть, некое смиренное осознание своего места, да, и отход в сторону, а может быть, это желание затаиться, поднакопить силы перед каким-то будущим прыжком, жизнь покажет. Я вот, чтобы закончить, хотел бы высказать несколько таких общих мыслей по поводу полицентризма и многополярности, которые я вот сделал из сопоставления латиамериканских и российских подходов. Первое. Мне кажется, в реальности на первый взгляд порой выходит уже странный, что называется, второго эшелона, да, несопоставимый по экономической мощи со странами центра. Это вот сейчас Турция, которая играет колоссальную роль, например, в Латинской Америке, Иран, там, Южная Корея в Латинской Америке, там, в середине века это была Куба, сейчас, наверное, невольно Венесуэлы, их выход на первый план может быть, там, временным, краткосрочным, даже в каком-то смысле случайным. Это не какие-то стабильные во времени, там, монументальные конструкции, как, например, биполярность. И вообще полицентричность, она, как правильно отмечал Валерий Николаевич, она уже такая многоуровневая и мультиерархичная. Мне кажется, что Россия, как и Бразилия, она вот переживает некое переосмысление своего места в этом новом миропорядке. Мы, ни Китай, ни ЕС, ни Соединенные Штаты, мы это четко понимаем. Я напомню, во-первых, что в 2000-е годы был очень расхожий термин энергетическая сверхдержава. Сегодня об этом термине уже никто не вспоминает применительно к России. Мы можем не быть сверхдержавой, но должны оставаться суверенным центром. И, наверное, ничего страшного, если там второго, третьего, может быть, даже дали порядка. Сейчас нужно меньше идеализма, который приводил к доминированию такого стратегического подхода в формировании альянсов. В то время, как реальность требует более таких циничных, ситуативных союзов. В том числе, может быть, для Латинской Америки с традиционными центрами, блокироваться с которыми ранее считалось не комильфо, воспринималось как проявление уступок или слабости. Это такие реал политикс, о котором Алексей Анатольевич говорил в вступительные речи. Но я тем самым, надеюсь, внес некоторую нотку здорового цинизма в наш дискурс. Спасибо, коллеги. Дмитрий Вячеславович. Признателен вам за то, что вы привнесли лингвистический аспект в осмысление международных отношений, чем всегда славилась советская и отечественная дипломатическая школа внимательным и уважительным отношением к разным языкам. Я хотел даже вспомнить, что, например, интерес к португальскому языку в нашем университете Лобачевского начался из-за повышенного интереса к Бразилии, а не к Португалии как европейской страны. То есть вот такое и с тех пор у нас преподавание португальского языка успешно осуществляется в Нижегородском университете. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Яко Якович, да, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста. Яко Якович, подождите, пожалуйста, микрофон. Добрый день. Гришин, профессор Института международного отношения и Казанского федерального университета. С Вашей точки зрения, вот у Болсонара есть будущее? Вот, имея в виду вот ту ситуацию, которая складывается сегодня в Бразилии и вокруг него, как президента. Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы видим у Болсонара способность эволюционировать как политик. Болсонара времен избирательной кампании и Болсонара на данный момент это два, в общем, по сути, уже разных человек. Да, та повестка, с которой он пришел во время выборов, да, по сути, такая очень в чем-то провокационная, оперирующая совершенно к другому дискурсу, нежели к тому, который существовал до этого в рамках левого поворота. Он оперировал скорее уже не к вопросам социальной справедливости, а к вопросам, консервативных ценностей, вопрос традиционных семейных ценностей, в этом плане, наверное, он очень в чем-то даже пересекается с нашим президентом. Понятно, что в реальной политике управления государством он оказался уже вторичен. На Больсонара сильное влияние оказывает его окружение, и мы видим очень много примеров того, как окружение осекается у президента. Он делал несколько заявлений о том, что Бразилия может стать страной, где будет размещена военная база Соединенных Штатов, тут же получил жесткую отповедь от своего генералитета. Больсонара выступал о возможности участия Бразилии в какой-то там форме военной кампании в Венесуэле, тут же получил жесткую отповедь со стороны генералитета. Вся гневная риторика Больсонара в отношении Китая, о том, что Китай покупает Бразилию, она уже забыта сейчас, как я отмечал, например, Больсонар очень заинтересован в сравнении отношений с Банком Развития БРИКС, который наполовину финансируется Китаем. Поэтому вот эта его способность эволюционировать и меняться, она указана на то, что хотя бы свой первый дюзинский срок он сможет усидеть, что в Латинской Америке сейчас тоже уже редкость. Спасибо. Второй вопрос. Межевич, Дмитрий Вячеславович, есть экономическая теория периферийного капитализма, и она родилась в Латинской Америке, она изучается, она, так сказать, проверяется на практике, но вопрос вот какой. Считаете ли вы возможным применить эту теоретическую модель, частично подтвержденную на сегодняшний день в других регионах? Ну, например, не кажется ли вам, уже переходя к для вас не основному объекту исследования, не кажется ли вам, что некоторые элементы этой теории применимы для Европы, где какие-то части развиваются в модели периферийности по отношению к центру, только они сухопутно, так сказать, связаны? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, да, Рауль Препиш считается отцом-основателем теории периферийного капитализма, но, конечно, не он автор, естественно, вот этой дихотомии центр периферии, понятно, что это, наверное, некая объективная реальность, которая существует в большом количестве теоретических конструкций и много где реализуется. Я бы хотел отметить, что в нашем таком российском, в советском понимании периферийный капитализм, ключевой его элемент было импортозамещение, импортозамещающая индустриализация. И именно в этом контексте у нас как-то ее обычный воспринимает и часто там даже вот они вспоминали, говоря, импортозамещение после 2014 года в России. Но, тем не менее, если мы изучим там динамику, эволюцию взгляда самого Рауля Прэбиша порожденной им концепцией, мы увидим, что она очень сильно изменилась. И, по-моему, у Фрэнсиса Фукуяма в конце истории эта концепция периферийный капитализм жестко критикуется и в качестве альтернативы предлагается теория, ну не теория, а концепция экспортно-ориентированная развитие, которая была реализована в азиатских тиграх, одновременно с импортозамещением в Латинской Америке. И Прэбиш не мог игнорировать успехи азиатских стран и на самом деле уже ближе к концу там своей жизни он отстаивал идею именно необходимости экспорта ориентированной индустриализации в Латинской Америке. Но, к сожалению, там эту модель в том виде, в каком это было в Азии, провести не удалось. Поэтому сама идея центра периферии она будет жива всегда. Ну потому что экономическая активность никогда не будет равномерно распределена там в пространстве. Но именно сама, так скажем, методологическая база механизма объяснения возникновения этих различий они скорее всего все-таки уже устарели. Потому что сейчас, конечно, эта теория скорее удел таких левых экономистов, которые, к сожалению, зачастую воспринимают уже как маргинальных. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Вячеславович. Мы продолжаем работу. Уважаемые коллеги, у нас мы задаем по два вопроса, но ясно, что могут быть еще масса нюансов или пунктов, по которым интересно было бы чуть позже подискутировать, в том числе по тезису нашего спикера, что Россия вполне может оказаться во втором или третьем эшелоне стран мира. И, в общем, это надо воспринимать спокойно. Я думаю, что если мы окажемся там, лучше воспринимать спокойно, чтобы не нервничать чересчур, но до того, как это произойдет, я думаю, что мы попытаемся сделать так, чтобы Россия в 21 веке была все-таки в первом эшелоне полтергейст, в первом эшелоне стран. И это интересная очень тоже вещь, потому что риски очень большие, но мне кажется, что психологически надо нашей стране настраиваться все-таки на удержание своих позиций. Мне очень приятно предоставить слово и пригласить на сцену нашего следующего спикера. Это Марк Львович Энтин, профессор МГИМО, председатель правления Ассоциации Европейских Исследований и в недалеком прошлом посол России в Люксембурге. Марк Львович, я прошу вас на сцену. Уважаемые коллеги, очень приятно проводить наши первые слушания имени Громыка именно в Казани. Из многих регионов Российской Федерации по всей видимости именно ваша республика вносит особо заметный, особо значимый вклад в международные отношения Российской Федерации и только Российской Федерации. Я это почувствовал очень хорошо только что возвращая, участвуя в консультациях в Ухане сразу же после того, как туда съездила Ангела Меркель с нашими китайскими партнерами. Вы, в курсе, что Российская Федерация открывает в Ухане свое консульство и зеркально Китай открывает свое консульство здесь, а консульство это всегда расширение торговых связей, это новые возможности, новые возможности общения и в области образования многих других. Почему Ухань? Туда обязательно надо съездить для того, чтобы понять, насколько наша история переплетена. 1938 год, Квантунская армия движется для того, чтобы захватить центральный Китай, дальше прямая линия на подбрюше Советского Союза России. Мы перебрасываем туда полк, авиационный полк, всю необходимую базу снабжения, создаем инфраструктуру, захватываем господство в воздухе и останавливаем Квантунскую армию на подступах к центральному Китаю. В центральном парке Ухань небольшая галерея памяти. Там похоронены наши штурманы, наши пилоты. Это ребята, смотришь годы жизни, 24-25 лет, 24-25 лет, 24-25 лет. И выступая в Уханьском университете, встречаясь с коллегами, я после этого получал звонки и письма от студентов, от аспирантов, от преподавателей, которые писали наши деды. Нам рассказывали о том, как мы были вместе и как хорошо, что мы сейчас вместе снова. Вот эта вот страничка в истории, она очень весома и о многом говорит. Вот ту страничку в историю, которую вписал Андрей Андреевич Громыко, это основа в том числе и современного современного международного права, о чем мое сегодняшнее выступление. У Андрея Андреевича было много ипостасей, он очень много сделал для развития нашей дипломатии, для решения конкретных конфликтных отношений. Его заслуга также и в том, что мы живем сейчас по-прежнему по уставу Организации Объединенных Наций и на весь миропорядок и все, что говорится по этому поводу, нужно, конечно, смотреть также и через призму устава ООН. Что говорит устав ООН? Устав ООН говорит, что система регулирования международных отношений носит иерархический характер. Статья 103 устава устанавливает, никакие действия государств, никакие многосторонние и двусторонние договоры не должны противоречить уставу, если это так, они могут быть объявлены недействительными и ничтожными или ничтожными, то есть не имеющими правовых последствий с самого начала. В уставе ООН есть и институциональная основа для иерархической системы международных отношений, которая устанавливает то, что нет сверхдержав, нет супердержав, есть коллективное управление международными отношениями. Это глава 7 устава ООН, которая доверяет Совету безопасности особые полномочия в этой сфере и обязывает абсолютно все государства исполнять резолюции Совбеза, принимаемые в связи с поддержанием международного мира и безопасности. Это не все. Из уставов вырастают и многие другие современные акты, которые устанавливают, какой является в действительности основа международных отношений и взаимодействия между государствами и основными блоками или группами государств. К таким актам относятся в том числе Дняу, договор о нераспространении ядерного оружия, который практически формирует клуб ядерных держав и доверяет им особую ответственность за поддержание стабильности международных отношений. В условиях, когда есть устав ООН, когда есть организация объединенных наций, когда есть группа ядерных держав и договор о нераспространении ядерного оружия, мы ни в каком другом мире, кроме полицентричного, жить не можем. Это регулятивная и институциональная система современных международных отношений, поэтому мы говорим о том, что попытка некоторых держав поменять полицентричный мир или многомерный мир, многополюсный мир на какой-то другой не удалась. Она провалилась по объективным причинам, но также и по ряду других причин. И то, что сейчас происходит, это не только торговая война, это не только технологическая война, это не только переформатирование международных отношений с учетом тех больших ставок, которые есть в игре. Это попытка подорвать в том числе и международно правовое регулирование нормальных отношений между государствами. Я не буду говорить о многих других методах, приведу просто несколько конкретных примеров, о которых мы забываем, хотя любимое мною Министерство иностранных дел постоянно об этом напоминает. Соединенные Штаты выходят из пакета по иранской ядерной программе. Соединенные Штаты имели бы полное право выходить из любого договора, хотя с многосторонним договором есть определенный нюанс, поскольку вступаешь в договор и принимаешь свое суверенное решение, пересмотрел, ты выходишь из договора. Но пакет по Ирану был оформлен резолюцией Совета безопасности организации объединенных наций в рамках главы седьмой устава ООН, что означает, что все государства, как бы они не думали, что они не хотели, обязаны следовать предписаниям этого пакета. Выходя из сделки, Соединенные Штаты не столько провоцируют развитие ситуации в Персидском заливе или где-то еще, сколько наносят целенаправленный удар по устоям современного правопорядка и международных отношений. Когда мы говорим о минских договоренностях, мы забываем о том, что минские договоренности это не только минские договоренности, это не только договоренности тех, кто поставил свои подписи, они были оформлены резолюцией Совбеза. То, что они не выполняются, нарушение. У нас есть ситуация с Косово, у нас есть Балкан, ситуация там описывается резолюцией 1244 и всем тем, что там говорится. То, что происходит, да, суверенные государства могут договариваться, может оказываться любое давление, и, естественно, через какое-то время решение будет найдено в интересах тех или других. Но это чисто ситуативно. То, что важно, это то, что развитие событий нарушает обязанности всех государств по уставу Организации Объединенных Наций. Поэтому, когда мы говорим о БРИКС, когда мы говорим о российско-китайских отношениях, когда мы говорим об инициативе российского руководства о формировании всеобъемлющего большого евразийского пространства, мы настаиваем также, это очень хорошо звучит во всех выступлениях, хотя и к России могут быть предъявлены многие претензии, настаиваем на том, чтобы мы чтили международное право и отстаивали международное право, потому что международное право это стабильность, потому что международное право это предсказуемость, потому что без международного права действительно мир погрузится в хаос. А что нужно предпринимать для того, чтобы не произошло, я приглашаю всех принять участие в специальной секции, которая будет посвящена этим вопросам третья панель нашей конференции. Милости просим. Спасибо. Марк Львович, большое спасибо в том числе за популяризацию сессии, которую вы будете модерировать. Опять затронуты вопросы, которые проходили достаточно красной нити, уступления других докладчиков. Обращаю внимание на то, что ни одно из уступлений не обходится без слова «Китай», и это показательно. Вы знаете, насколько сейчас много ломается копии дискуссионных по поводу очень популярной концепции, получившей название уже в отношении Китая и его взаимодействия с Соединёнными Штатами, названием «Ловушки Фукидида». Мы здесь, в Евро-Азии, обсуждаем очень много влияния концепции «Один пояс» и «Один путь» на десятки стран, уже «Пояс и путь». Напомню о том, что по плану Маршала в Европу с 1948 по 1951 год было вложено в нынешних ценах порядка 115 миллиардов долларов. Китай уже, считается, вложил в «Пояс и путь» порядка 90 миллиардов сравнимые цены. А китайские компании по подрядным работам уже выполнили объём работ в рамках «Пояс и путь» на 400 миллиардов долларов. Это очень серьёзная заявка на продвижение Китая по пути превращения в сверхдержаву, по крайней мере, в ряде сфер. Итак, два вопроса. Прошу вас, коллеги, первый ряд. Прошу вас, микрофон. Уважаемый Марк Львович, вы говорили о роли международного права. Однако раздаются голоса о том, что международное право в кризисе, говорят об эрозии международного права. А каково ваше мнение? Спасибо. Один из сюжетов, о котором мы будем говорить на нашей панели. Вот смотрите, Сен-Зааба приглашает в Осаку группу 20 и проводит запоминающуюся сессию. Что он предлагает? Осака трек. Это проговаривалось с партнерами за год, за много месяцев. Одна из ключевых проблем современных международных отношений, международной торговли, которая все в меньшей степени становится торговлей физическими товарами, торговлей в физическом измерении. Это свобода обмена или свобода движения большого массива данных. Это не регулируется, это новая область. Недавно принято соответствующее законодательство и в Китае, и в Германии, после Германии, в Европейском Союзе, в Российской Федерации, ломающие предыдущие свободы и фактически департамент, департамент, департаментизирующие интернет-пространство или гиберпространство. О чем говорит премьер-министр Японии? Коллеги, пора пришла садиться за стол переговоров и создавать систему регулирования этой наиболее сложной области нашего межгосударственного международного общения. Это что, это плохо? Нет. Это показывает, что без международного права ничего не получится. ничего не будет. Это говорит о том, что все игроки Соединенные Штаты со всеми заключают необходимые соглашения или ведут переговоры о соответствующих соглашениях. Это говорит о том, что понимание необходимости международного права, оно присутствует. Каждое государство, допуская любые нарушения международного права, говорит, что это во имя международного права, на самом деле оно применяет международное право. Есть кризис не международного права, есть кризис правоприменения и есть кризис волюнтаризма. С одной стороны и вполне законная и естественная тенденция экспансии нормативного порядка, который есть у вас. Вот никакой Евразийский экономический союз не будет по-настоящему построен, если у нас не будет сильное внутреннее право, которое мы могли бы предложить в качестве права для других участников этого союза. То же самое касается и большой Евразии. Это нормально, это естественно, но только в одном случае, если оно не противоречит международному праву. А как решить, противоречит оно или не противоречит? То регулирование, которое предлагается, должно быть лучше, должно быть качественнее, должно быть более выгодно для субъектов международного права. Большое спасибо. Тогда было два вопроса. Второй вопрос, только просьба, время летит. Коротко вопрос и буквально две минуты спикером на ответ, начиная с этого ответа. Марк Леонидович, спасибо вам огромное за прекрасное выступление. Вот с вашей точки зрения, Китайская народная республика, вот с точки зрения международного права, может быть с каким-то образцом, скажем, или премьером для других стран с точки зрения международного права ее поведения? Спасибо. У нас есть общая методологическая ошибка. Мы пытаемся оперировать большими понятиями или ситуациями в целом вообще. Но нет вопроса, однозначно ответить нельзя. Нужно брать конкретные ситуации. Вот, какова позиция по Сирии, какова позиция по климату, какова позиция по созданию системы безопасности в Персидском заливе, какова система регулирования больших инфраструктурных проектов и многие другие. Есть области, в которых Российская Федерация на настоящий момент Китай не поддерживает. Есть области, в которых мы выступаем с единых позиций. Спасибо. И добавлю только то, Марк Львович упомянул о резолюции Совбеза по Ирану. Я напомню о том, что также резолюцией Совбеза был поддержан весь пакет по Минску-2. Поэтому Минск-2, когда мы говорим о различных форматах обсуждения этого соглашения, в том числе нормандского, надо не забывать, что это не только межгосударственное уже соглашение. Это один из элементов международного права. Спасибо. Я предлагаю поприветствовать Марка Львовича. Аплодисменты. Алексей Нашович, хочу обратить внимание, что во всех выступлениях звучал не только Китай, но и Соединенные Штаты Америки. Мне как американисту это приятно. И хотел бы также напомнить всем сидящим здесь, что дипломатическая деятельность и жизнь семьи Громыко тоже во многом была связана с этой страной. И я хотел бы сейчас пригласить профессора университета Сент-Клауд, Соединенные Штаты Америки, Джейсон Линдсей. Извините, если я говорю по-английски. Это трудно выступать по-русски о моем теме. Я хотел бы еще разобраться на сайте на сайте по-английский форум. And I thought that was something I could share with my colleagues, maybe give you some perspective that we're having inside the U.S. about what's going on. And to start with, many of you are aware when President Trump won the election, it was a big surprise in the United States. Professional polling surveys by political scientists had predicted that Hillary Clinton would win. So after the election, we had many articles, many books, dissertations are starting to appear about popular support for President Trump. So who in the popular vote, who is a Trump voter? But what we haven't had as much in the U.S. is a detailed look at, are there elites, or who are the elites supporting President Trump's administration? And that's a different question. And the best place, I think, to start looking for that evidence is in foreign policy. Is there an actual view for U.S. foreign policy that's aligned with President Trump's administration? When he first came into office, I think there was a perception that he was bringing in a new foreign policy. And unfortunately, a policy towards Russia was pulled into this. And many people said, oh, one of the key differences here is that the Trump administration foreign policy will de-emphasize traditional security, is less interested in traditional alliances like NATO, wants to re-evaluate the relationship with Russia, and instead is taking this very hard line in trade policy with China. But, ironically, three years later, when we look back now, what has been accomplished? And what seems to be the case is that, as far as foreign policy, a lot of what the administration says sounds a lot like what it says about domestic policies. The claim is there's going to be a new approach that cuts through bureaucracy, that ignores red tape, that gets things done in a more aggressive way. But the reality seems to be that there's not much content there, aside from these somewhat unprofessional and unpredictable sort of slogans and themes coming out of the administration. And this is a paradox, in a way, because many of our international partners, when they first saw the Trump administration arrive, thought, here is an opportunity to either advance our interest or create a new situation in relations between countries. But instead, I think the irony is, actually, relations haven't been particularly improved with anyone, substantially, in part because there is this unpredictability and this unprofessionalism from the administration. So, in the U.S. now, many of us in political science, when we think about the Trump administration and when we think about what it represents, we've started turning to a kind of different model in American political science. And that is that perhaps the best way to think of President Trump is perhaps he's the first successful third-party candidate in the U.S. to reach the presidency. Although he says he's a member of the Republican Party and he won the Republican nomination, in many ways, President Trump resembles classic third-party candidates from U.S. history. We've had several examples historically of candidates from neither the Democratic nor Republican Party winning office, but usually at the state level as governors or state representatives. And in many ways, President Trump fits this model. Third-party candidates in the U.S. usually did well when the candidate was famous, when the candidate had their own source of revenue to spend on, their election campaign, and thirdly, if the other candidate was caught up in some sort of scandal or perception of scandal. My home state now of Minnesota is famous for having one of these independent governors. We had a third-party candidate be governor of the state in the early 2000s, and he was famous within the state. He had his own fortune to spend, and there had been a big scandal among the main party candidates. If you look at past attempts to win the presidency by third-party candidates, the best example was when President Theodore Roosevelt, after he left office, came out of retirement, attempted to run as a third-party candidate, and had the best showing historically in the Electoral College. So if we start to think of President Trump that way, then in many ways he looks like one of these third-party candidates. When we look at what they've done at the state level, if you go back historically, third-party candidates for governor, after winning their elections, typically promised major change in policy, major reorientation in what was going to happen in the state, and what did they deliver? Usually not as much. And interestingly, most third-party candidates for governor, all the ones I could find to give examples of in the paper, only served one term. So if we take that perspective towards the current administration, then what do we think about foreign policy coming from it? It doesn't seem to have support from elites in the foreign policy establishment in the United States. It clearly doesn't have support internally within the bureaucracy. And instead, it seems to be a very shallow sort of approach towards shifting or changing international relations. And what's the long-term impact of that? Of course, it's not in the interest of any of our international partners to have a United States that is unrealistic in its demands, expectations, and its grand policies. But I would say it's also not in the interest of our partners to have an ineffective, paralyzed foreign policy coming from the United States. And when we look at some of the examples we've had over the last three years from the current administration, they're often quite shockingly unprofessional in some of the things they've done in foreign policy. Within the context of this forum, when we think historically, this is a danger and increases risk in the system. During the Cold War, even in the most dangerous days of the Cold War, both sides could rely on an extremely effective, professional, diplomatic service to try to sort things out and get through difficult situations. The current administration, though, is creating a lot more risk and uncertainty in the foreign relations. And this is dangerous for everyone. Now, we have even more drama in U.S. domestic politics with the threat of impeachment, and these investigations dragging on and on, and this paralysis continuing. If we look at the historical trend in the U.S. for third-party candidates, then it would look like the odds are not as good for the current administration. Historically, third-party candidates who captured the governorship of various states didn't make it to a second term. And so perhaps that's what we're starting to see unraveling here. On the other hand, if I'm wrong, and President Trump successfully defies the odds again and conducts a good campaign and wins another term, then we face an even longer period of paralysis in U.S. foreign affairs. And this is a great risk. And it is unfortunate because if we look back historically, both the U.S., Russia, other allies historically had very effective mechanisms for trying to deal with significant, very significant policy differences in the international system. And so having a U.S. that is more internally focused, more self-absorbed in its domestic politics, I think is a great risk rather than a great opportunity for our strategic partners. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your attention on the American political political. And, of course, many, probably, are, I would say, some of the opinions of Trump's address, but I think it's important to me that the American political system is that there is a principle of разделing the authorities. And Congress also has its own responsibility for the foreign policy, and it's very significant. I don't think that the problems of which you spoke about, which you spoke about, for them is not only responsible for Trump. There are probably more and more other factors that have impact. Please, questions. Please. And then, of course. And then, of course. Well, he, as a speaker, we, as a speaker, we, as a speaker, should have preferred, even more gender balance, should also be considered. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I've heard of the criticism about his actions. I will ask you a question. What is positive, at the moment, you could have taken from Trump's right as some actions, some lessons that are important for establishment, and, in general, for the country? No, I'm just saying you're criticizing mostly, but then what positively do we have from that? Is there something that we can suggest as a lesson, or something that we can suggest probably as a certain kind of positive results, maybe? No, 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 no. I didn't vote for it. No, 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 no. I guess the first lesson is that we would hope the Republican Party and the Congress would take from this is that they cannot, if the leadership's not there on foreign affairs, it needs to be provided. So if the Trump administration doesn't want to give the attention to foreign affairs as needed or is not serious about it, that vacuum needs to be filled from the Senate, from the House, from other sources. And that's not happening. And that is a failure of leadership, it seems, to be within his party, especially the Republican Party. And perhaps the other lesson is, if that vacuum's not filled, the opposition, the Democrats, reaxia, impeachment. Well, why not try to show the leadership that's missing? Why not try to show more constructive leadership? Instead, the gamble seems to be to raise the stakes higher and try to force him out. So. where are those political allies, which could be useful for the EU? для поддержки русских политиков давайте быть практическим и цинковым но я живу в Сент-Клаудии если вам нужно найти меня я думаю я думаю я думаю я думаю в академии и эксперты в штатном департамент в бюрократе people who understand more clearly the situation under President Trump we've seen an unprecedented number of foreign service officers former ambassadors high-ranking people in the State Department leave government service and I think this says a lot there so I think what we need is for academics people outside of government service to start putting pressure on Congress Senators people in policy to say look we need a more realistic policy here this is dangerous you're increasing risk we need to have a more professional and realistic approach to what's happening спасибо тогда поприветствуем нашего спикера спасибо вам коллеги разрешите мне пригласить на нашу сцену следующего спикера профессора Тюркера Ташансу правильно из университета Анкары прошу вас я просто вспомню о том это как шутка что однажды а вот это быль однажды Андрей Андреевич разговаривал с министром Турции и тот у него спрашивает господин Громеков вот пожалуйста скажите почему на флаге армянской СССР гора Арарат вы что претендуете на нашу территорию на что Андрей Андреевич у него спрашивает а скажите вот на флаге Турецкой Республики расположен полумесяц вы претендуете на Луну прошу вас отличный анекдот спасибо здравствуйте сначала конечно я хочу сказать спасибо за тех кто организовали такую отличную конференцию и пригласили меня за отличном городе это очень очень красивый город Казан и я хочу продолжать с вашим разрешением чуть-чуть по-английски чуть-чуть по-французски может быть чуть-чуть по-русски по-французски Я хочу поговорить о том, что я из Турки, и когда моя тема на листке написала, это было как Ближний Восток, сейчас что происходит, что может быть. И я могу сказать, что я могу сказать, что я могу понять, что Международный Восток, сейчас я думаю, что это просто метафор, просто положите себя в 1913 и пытайтесь понять, что Индонезий политикой, без понимания Европейской проблемы. Так что сейчас Международный Восток и стрессы не в Международный Восток, хотя многие люди думают так. So, everyone was talking about China. I didn't want to talk about China, actually, but I have to refer after all those references. It's obvious that there is a shift in the center of power. There is a shift in the center of power in the meaning of economics. And there's a change in the economical structure and production structures of the world. So, that's an earthquake, actually. That's an earthquake in the West, first of all, because the West is changing. And another earthquake is in the strategic area and the global area. There's a shift for the centers. So, first of all, I want to talk about a little bit about the earthquake in the West. So, what happened there? So, Sigmund Bauman was calling it the crisis of modernity. And people were searching for postmodern ideas. So, we gave up with that, thanks God. And the other thing is, it's really very interesting for me when I remember Antonio Gramsci, when he was just saying that the old is dead, but the new was not born yet. So, we're just in between that area, I guess, for the economical and technological structure of the West. Last year, when I saw Mark Zuckerberg at the Senate, you know, he always wears black t-shirt and jeans. He was wearing a tie and he was sitting like a 14-year-old boy at the Senate. And I just said that, oh my God, there's something conventional what we call, what we call modern. Modern is just taking, let me say postmodern or the new thing, what it is, I don't know. They're taking to Senate to tell that modern is still here. That's why we're trying to understand what's going on in the West. I don't think that Brexit is a result. I don't think that Trump is a result. Those are the consequences, consequences of the West searching for itself. It's trying to create a new West, but just think of 1789 and think of 1830, 1848, 1861. So, it's not so fast. But some people in the United States, I guess, they thought that it was so fast. They forgot that there is what we call modern still in Europe. There is what we call modern still in Russia. And I'm not talking about strategical needs only. I'm talking about social structures, economical structures. So, trying to make the change so fast created the reaction stronger than expected, actually. That's why that's the first thing I think we should understand about the Western system and the shift on the global area. I want to refer to Jacques Ranciere, a French philosopher. He's still alive. And Jacques Ranciere wrote a book called O Borde Politique, on the shores of the politic. I don't know, it will be like, he was just saying that the system is police, but there is demos instead of, just out of the police. And politics is for demos. So, you may just create another metaphor of center and periphery of Wallerstein. It's similar, actually. But what we called periphery, what demos was, the old world, which was very strong. Very strong in traditions. Very strong in beliefs. And it was experienced. So, I just want to remind one sentence from Alexander Gertsen. In the mid-19th century, Gertsen was saying that, Europe is not sleeping. Europe is already that. And the 20th century will be the competition between the United States and Russia. He was a great guy, and he saw that. But the fault, he was saying, United States will lose the game because they don't have tradition. Traditions will gain. And I guess, Franz Kafka was answering him when he was writing America. And he was saying that America is great because they don't have castles. So, innovation and tradition, new and old. Just remember what Trump was saying in his inauguration ceremony. Talking about factories, automobile factories. And at the same time, there was World Economic Forum in Davos. And people were talking about robotics and gender of robotics. Two different worlds. We're just in between those two different worlds. And whatever is happening in Middle East nowadays, I guess we should just see in that perspective. And we should just question ourselves, are very well-known truths. For example, what do we say about Israel and Zionism? Is Zionism the crystallized version of nationalism and modernity? Will it still be? Or what about Arab independence in Palestine? It's another issue. Or what about, I remember Pushkin, for example. When people asked Pushkin, why are you Zapatnik? Why are you Westernists? And you are not liberal. He was just answering, the sole European thing is the government in Russia. So, a state carrying the civilization is modernity or not? All those questions are actually shaping Middle East. And last words of mine, let me tell you, King Fahd of Saudi Arabia was saying that there are two and a half states in the Middle East. I'm sure, I remember that. One state was Turkey, and the other one and a half, I always confuse them. One of them is Israel, one of them is Iran. And that balance will reshape Middle East. And now we have welcomed, I guess, all Middle Eastern forces. There's another game changer now in the Middle East, which is Russia. So, I think, the vacuum, which Trump created, is being fulfilled by Russia. And so, in Middle East, there is another actor, which knows Middle East so well. And I think that's why we should just think about the process in the Middle East, in that framework. Thank you so much. Thank you so much. He's very deeply distracted or attracted by a new military campaign of Turkey. What do you think are the final goals of this campaign? And how do you think Russia and Iran are affected in or not in what Turkey has decided to pursue these days? Thank you for the question. Because, actually, yesterday, when I was just leaving Ankara, I learned that there was that operation. And I thought, actually, I should leave or not, because it's something important for my country. So, the problem there was, there was a terrorist organization accepted by UN and the United States and was supported by American Army. And even today, President Trump was saying that previous President Obama has made an agreement with the PKK, which is a terrorist organization for the United States. So, it's really some big earthquake. It should be for the United States domestic politics. And Turkey had legitimate concerns about border security. And I guess Russia and Turkey do understand each other in that meaning, because at the west part of Afraid, it's the Russian area. It looks so. And the east side is the American area, and it's between America and Turkey. And Russia is watching the process. And I don't think that Russia will be against that. The first expressions are not supporting, but not against, let me say, from Russia. And that's why the next period will be, I guess. There was one big success, the Astana process, which was made by Russia, Turkey, and Iran. I think that process will be going on, and I think this will be the platform to create peace in Syria. And I think it can be a good example when people are searching for new mechanisms or new international law on the world. So, the powers of regions have premier rights, I guess, prior rights than other big powers. So, when we're talking about Karabakh problem, it's about Armenia and Azerbaijan, but Russia and Turkey should be the ones who are solving that. Just like that, the same thing, I guess, for Syria. Thank you. And there was a second question. Yeah, it was, in principle, but I can do a little bit of it. But if you can, then a question and a short time for our time. Your question. He is in the following question. First of all, it's, as a Turkish citizen, I'm not talking about a Turkish professor, but just a citizen, it's not a good sentence, really. So no one has a right like that. No one has a right like saying to Russians, like, we know what human it is, but you Russians don't know that. You don't like it, right? We don't like it either. So we know what human it is, I'm sure about that. So the border is about humanity, he said, but it was about, I think, domestic politics, because his right hand in the Senate, Lindsey Graham, is really very, very active about supporting the PKK, a terrorist organization. So he's just talking to domestic politics, but at the other side, I think he has a common understanding of the world. And this is not his mind, I guess, because he's a practitioner. The real mind is the Kissinger, who is describing a new world in his mind. And in that mind, I guess, Russia has a meaning, Turkey has a meaning, Israel has a meaning, India has a meaning. So that's why I don't think that Mr. Trump, as a president, is a doctrinal guy, he has ideologies, but there is one mind behind him. And according to that mind, states are more civilized things than any civil society things. Okay. Профессор, спасибо. Уважаемые коллеги, несмотря на то, что мы чуть-чуть задержались с началом, но по всей видимости мы укладываемся в регламент. И убежден, что заведующий кафедрой Московского государственного института международных отношений Николай Юрьевич Ковешников профессионально и грамотно воспользуется тем временем, которое у нас есть, для того, чтобы расставить акценты. Благодарю. 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 Скоро-скоро все развалится. И можно, я уверен, все здесь могут перечислить те действительно серьезные проблемы и кризисы, с которыми Европейский Союз столкнулся в течение последнего десятилетия. Однако, все эти действительно реальные проблемы и кризисы несколько затянили в общественном дискурсе, в частности в российском публичном дискурсе, несколько затянили тот факт, что пациент гораздо более жив, чем мертв. Европейский Союз продолжает функционировать и продолжает развиваться. Само существование Европейского Союза делает невозможным применение силы между его государственными членами. Собственно, он выполняет ту сверхзадачу, ради которой создавался. Жителям Евросоюза доступны свободы перемещения через границы, блага единого рынка, удобства, связанные с единой валютой. Студенты миллионами ежегодно ездят туда-сюда учиться в рамках, в том числе и ЕСовских программ. Институты ЕС последовательно реализуют многочисленные отраслевые политики, большей частью успешно. И несмотря на определенные сложности, вполне реальные, в целом на пространстве Европы и Евросоюза существуют инклюзивные общества, существуют устойчивые демократические и политические режимы, высокоразвитые экономики и эффективные системы социальной защиты. И, в общем, уровень экономической жизни, общественной жизни и политической жизни в этом регионе гораздо выше, чем во многих других регионах мира. Вот об этом не надо забывать, вдаваясь в анализ многочисленных кризисов, которые действительно в Европе есть. Собственно, к ним я сейчас и перейду. На мой взгляд, в настоящее время перед Евросоюзом стоят три стратегических вызова. И интересно порассуждать о том, как Евросоюз реагирует и будет реагировать на эти вызовы, и каким образом он может измениться под воздействием этих вызовов. Два вызова внутренние, один вызов внешний. Первый внутренний вызов – это то, что упрощенно называют ростом евроскептицизма. А на самом деле это то, как отразился в Европе глобальный кризис либеральной глобалистской идеологии. В Европе он отразился очень сильно. В Европе в качестве контрреакции на эту идеологию появились довольно влиятельные правоконсервативные идеологии, персоналистские, популистские партии. Эти партии наращивают свое влияние. И даже в ряде стран – Польша, Венгрия – довольно долго уже находятся у власти. Практически все эти силы так или иначе апеллируют к различным аспектам националистической идеологии, к тезису сильного государства. И естественным образом объектом их критики становится Европейский Союз как антитеза сильного национального государства. И на тех выборах в Европарламент, которые состоялись летом текущего года, мы видели определенный рост этих настроений в очень многих странах Европы. И порядка 25% мест в Европарламенте – это мягкие или чуть более жесткие евроскептики. Это много. Но это означает, что оставшиеся 75% политической элиты в Европе – это сторонники сохранения современного Евросоюза или даже в некоторых аспектах его упрочения и укрепления. То, к чему реально приводит современная эволюция европейских политических систем национальных – это рост разнообразия. Традиционная право-левая дихотомия, она дополняется иными измерениями – появлением сильных, неклассических политических акторов, усилением зеленых, тем фактом, что очень активно в публичной повестке дня обсуждается вопрос за Европу, против Европу, то, чего раньше, конечно, не было. Что это может означать для будущего среднесрочной перспективы развития Европейского Союза? Углубление интеграции, безусловно, становится сложнее. И большинство лидеров европейских стран вынуждены учитывать внутриполитическую динамику в большей мере и специфические анти-ЕСовские настроения, которые растут. Но при этом все ответственные прагматические политики в Европе понимают, что сохранение системообразующих проектов Евросоюза – общий рынок, единая валюта, шенген и так далее – отвечает стратегическим интересам их национальных стран, их государств. И, на мой взгляд, ситуация будет развиваться в том направлении, что Европейский Союз будет трансформироваться в нормальную политическую систему, нацеленную не на построение какого-то светлого будущего в лице Федерации, политического союза или чего угодно, а нацеленную на практическое регулярное решение тех вопросов, которые возникают. Больше прагматизма как во внутреннем экономическом регулировании, так и во внутренней политике, так и во внешней политике. Второй вызов тоже имеет внутренний, внутриевропейский, внутри-ЕСовский характер. Не просто сохраняется, но усиливается экономическое различие между более развитыми европейскими странами, это, условно говоря, Запад и Север Европы, и относительно отстающими экономиками Юга и Востока Европы. Для последних, особенно для южных, по-прежнему характерны низкие темпы роста, высокий уровень безработицы, высокий уровень государственного и частного долга. Усиление, и у них в принципе разные экономические модели и разные социальные модели, что в общем связано. Усиление этих экономических различий внутри Евросоюза, на мой взгляд, будет все больше подталкивать дифференциацию стран Евросоюза по уровню их политического влияния. Все большее выделение некого ядра в формате еврозона плюс, еврозона минус, это может зависеть от ситуации. И, как мне представляется, это ядро во все большей степени неизбежно будет брать на себя функцию выработки долгосрочной стратегии, как внутреннего, так и внешнеполитического развития. Понятно, что Германия слишком мала, чтобы выступать направляющей силой развития Европейского Союза. А вот Германия плюс еще некоторые ключевые страны, объединенные идеей и готовностью к более глубокому уровню интеграции. Это, на мой взгляд, ситуация, перспектива вполне реальна. И третий вызов, внешний, с которым столкнулся в последние годы Европейский Союз. Вызов этот заключается в том, что мир становится жестче. В отличие от того, что ожидали в Европе, в последние годы растет геополитическая конкуренция между крупнейшими геополитическими акторами в мире. Растет конфликтность, растет роль фактора силы в международных отношениях. Ну, плюс к тому мы наблюдаем довольно заметную эрозию трансатлантического партнерства. В таком более жестком мире Евросоюзу жить довольно неудобно, поскольку весь его инструментарий внешнеполитический и идеология нацелены на другое. На мягкую силу, на сотрудничество, на многосторонность, на нормативную силу и так далее, и так далее. Но в меняющемся мире, так как он меняется сегодня, те аспекты силы и влияния, которые у Европейского Союза есть, становятся менее значимы. А более значимые аспекты hard power у Европейского Союза их, в общем, недостаточно. К чему, на мой взгляд, это может привести? Это, во-первых, может привести к тому, что еще больше европейцы осознают то, что они знали всегда. И то, что они открыто проговаривали, в том числе, например, и в стратегии безопасности ЕС 17-го года. А там есть замечательная фраза. Европейский Союз – это союз стран малого и среднего размера. И только вместе они могут решить какие-то свои экономические, политические, глобальные задачи. Малого и среднего размера именно потому, что есть Китай, Соединенные Штаты, Индия, Россия, Бразилия. Это раз. Второе. Стратегическая зависимость Европы от Соединенных Штатов в сфере безопасности будет сохраняться. Ибо, несмотря на все намерения и риторику, для того, чтобы в реальности обеспечить стратегическую автономию, европейцам нужно еще много-много-много работать. Даже если у них будет полноценная устойчивая политическая воля над этим работать. А то, как они не реагировали, по сути дела, на крах иранской сделки, то, как они не смогли создать никаких механизмов, с помощью которых европейские компании могли бы поддерживать бизнес в Иране, свидетельствует о том, что и с политической волей в этом отношении у них не все в порядке. Соответственно, сохранение стратегической зависимости в военно-политической сфере от Соединенных Штатов, но и при этом медленное сокращение экономического влияния в мире. Просто потому, что растет экономическое влияние других игроков. Вот те глобальные тренды, от которых, как мне кажется, будет отталкиваться внешняя политика Европейского Союза. И теперь очень коротко. Что это может значить в отношениях между Евросоюзом и Соединенными Штатами? Сохранение роли ведомого при попытках как-то отжать какие-то свои отдельные интересы там, где это возможно. Что это может значить в отношениях между Европейским Союзом и Китаем? Попытка сохранить тот баланс между экономической конкуренцией и экономическим сотрудничеством, который сейчас есть в этих отношениях. Ни в коей мере не позволит втянуть себя в геополитическую конфронтацию Соединенных Штатов и Китая, которые назревают. Вот от этого европейцы будут уклоняться до последней возможности. Что это значит, может значить для отношений Европейский Союз-Россия? На мой взгляд, для Европейского Союза значение России в среднесрочной перспективе будет определяться двумя факторами. Во-первых, восприятием России как источника геополитических рисков. И здесь даже не важно, реальны эти риски или нет. Важно то, что такое восприятие России в Европе – это реальность и реальность довольно укоренившаяся, которая завтра не исчезнет. Соответственно, европейцы, скорее всего, будут вынуждены смириться с тем, что Соединенные Штаты продолжат определять интенсивность и динамику стратегического противостояния с Россией. Они, опять же, не будут активно поддерживать Соединенные Штаты в наращивании этого противостояния, но сохранят текущую политику в отношении России. И использовать их как актера, который позволит смягчить эффект американского давления на Россию, мне кажется, вряд ли удастся. Второй фактор – Европейский Союз воспринимает Россию как источника энергетических поставок. Но здесь позиции России со временем будут все более и более слабеть, ибо российские нефть и газ все в меньшей степени нужны на европейском рынке. Их все легче заместить источниками из других поставок или другими видами топлива. И более того, продолжая импортировать углеводороды из России, Евросоюз уже настолько изменил систему регулирования энергетических рынков, что возможности использовать энергетику как фактор давления на Евросоюз уже очень незначительны и, скорее всего, будут сокращаться и далее. В целом, мне кажется, политика Европейского Союза в отношении России, осознанно или нет, будет основана на стратегическом ожидании. А вот когда период этого стратегического ожидания истечет, то политика Евросоюза в отношении Москвы будет зависеть от того, удастся ли России обеспечить опережающее экономическое развитие собственной экономики и динамическую внутриполитическую стабильность. Спасибо. Спасибо, Николай Юрьевич. Пожалуйста, два вопроса, уважаемые коллеги. Яков Якович Павлович. Глубоко уважаемый Николай Юрьевич. Как известно, в первой половине сентября этого года парламент Евросоюза принял антироссийскую резолюцию, которая ставит на одну доску гитлеровскую Германию и Советский Союз за развязание Второй мировой войны. Вот. И откуда такая кровожадность? Я посмотрел статистику, кто голосовал за эту резолюцию. Новый парламент, да? 535 за, 60 воздержались, 55 против. Вот. Чем это объяснить? Помнится еще Оруэлл сказал, кто контролирует настоящее, контролирует прошлое. Сейчас в Европе происходит столкновение двух нарративов политики памяти. Первый классический Вторая мировая война, как война союзников против ужасов нацизма. И это тот нарратив памяти, который, естественно, поддерживает Москва, потому что это так, и потому что на этом основываются претензии России на ее роль в современной системе международных отношений. Но другой нарратив политики памяти, который сейчас объективно есть в Европе, это трактовать войну Вторую мировую как столкновение, прежде всего, двух тоталитаризмов, которые не поделили Европу между собой. Работать, разъяснять, напоминать. Спасибо. Еще вопросы, мои коллеги? Вот слева. Добрый день, я студентка Казанского федерального университета. У меня такой вопрос. Все-таки есть ли тенденция того, что однажды Европейский союз перестанет существовать, и государства единолично будут выступать, как акторы на международной арене? И если такая тенденция вот сейчас имеется, приблизительно в каком будущем она может произойти? Такой тенденции сейчас не имеется. И в обозримом будущем я не вижу, чтобы это могло бы произойти, не произойдет чего-то катастрофического, ну, например, ограниченного ядерного конфликта. А если же говорить о ситуации за пределами рационального предвидения, скажем, что будет лет через 50, мы не знаем, что будет лет через 50. Спасибо, уважаемые друзья. Доключительно, это парень слов, да? Завершая работу нашей сессии, во-первых, хотелось бы выразить глубокую признательность всем активным участникам и напомнить тезис, который прозвучал в выступлении Алексея Анатольевича сегодня во время открытия, ссылаясь на Андрея Андреевича Громыка, о важности доверия в международных отношениях, послушав наших основных выступающих, понимая, что насколько это трудная задача. она была трудной тогда, в середине 20 века, она остается сверхзадачей и сегодня, но без возникновения условий для наличия доверия между основными участниками международных отношений, добиться мира и безопасности будет намного трудней. Александр Анатольевич. Коллеги, буквально два слова. Был очень интересный последний вопрос, будущее Евросоюза. И вы знаете, у меня немного более пессимистические оценки, чем у Николая Юрьевича, потому что я считаю, что Евросоюз находится на грани развала, в самом деле это не так. Но если сказать, уцелел ли Евросоюз 28, то можно уже сказать, он не уцелел. То есть он развалился по границе между Евросоюзом и Великобританией, причем вне зависимости, чем закончится эта эпопея вся с Брекситом. Великобритания находится в глубоком политическом кризисе, как и отношения между Евросоюзом и Великобританией. Потом Николай Юрьевич сказал о трех очень грозных кризисах или вызовах, но там можно к этому прибавить и экономическую стагнацию, размывание среднего класса, демографический вызов в ряде стран Евросоюза происходит просто депопуляция, причем быстрыми темпами и так далее. То есть как он будет выглядеть через 10 или 15 лет? Ну, Ян Зелонко, на него европейсты много ссылаются, и этот известный ученый выпускает два года назад книгу «Смерть ЕС», знак вопроса. Причем он приходит к выводу, что Евросоюз не выживет, но идея и структуры европейской интеграции, они выживут. Просто в другом виде Евросоюзу придется перестраиваться. Но это тема для дискуссии. Очень для нас болезненная тема – это время от времени предпринимаемая резолюцией Европарламента. Это же не в первый раз. Можно вспомнить там много чего, из-за чего у нас встают волосы дыбом на голове. И вы знаете, что я несколько лет назад стал думать, да чего же они так привязались к истории и пытаются все время что-то с ней сделать. И я понял, вроде бы оказалось все очень просто. Сколько стран являются полноценными настоящими победителями во Второй мировой войне? В Европе. Этих стран, ну, 5-6. Не больше. Все другие страны были или интервентами вместе с немцами. Но под Воронежем кто погиб? 300 тысяч венгры. Ну и так далее. Что там делали 300 тысяч венгров? Естественно, эта нация, они понимать там могут, что что-то было несправедливо, но это огромное число тех, кто наследниками являются, людей, кто воевал и погиб. Но ясно, что для них 8-9 мая никогда не будет национальным праздником. И большинство стран Европы, они находятся в этом положении. Были частью Германского Третьего Рейха, там его твасалами или сателлитами. Надо понимать, что для России и для еще только нескольких стран в Европе и в мире, 8-9 мая это по-настоящему праздник победы без какого-то внутреннего дискомфорта. И последнее, о чем я хотел бы сказать, все-таки, вот Николай Юрьевич употребил еще термин strategic patience, стратегическое терпение. Я думаю, что времени на стратегическое терпение нет ни у Евросоюза, ни у России, кстати, ни у Соединенных Штатов. Этого времени нет. Может быть, у Китая есть время взять и выждать еще 10 или 20 лет. Но я думаю, что всем другим центрам силы, которые привыкли ощущать себя десятилетиями или столетиями, как определяющий глобальный миропорядок, времени нет. И в этом отношении, мне кажется, ни России, ни Западу не надо ждать, кто моргнет первый и начнет идти на уступки. Вот немножко о терминологии, которая очень важна и играет большую роль в умо-настроениях, стратегическое терпение. Запад, а если Запад, или биполярность США-Китай, насколько это может стать биполярностью. И многое другое, что сейчас, видимо, и преподаватели, специалисты по международным отношениям пытаются разъяснить для себя и попытаться затем это внести в учебный процесс и научить наших любимых и дорогих студентов. Алексей Анатольевич, вы правы, времени нет. Времени нет, да, надо двигаться дальше. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.